Приветствую вас. Сказать, вы, конечно, подругам молитесь. Да, тут отдельный вопрос, что вам мешает сказать. Ну, то есть вот вы хотите же это сделать, вы хотите сказать подругам про предательство и что вы переживаете за это, но вы как бы не можете. Так что вы говорите, я хочу. Смогу ли я, значит, пока вы не можете. Ваш вопрос, помимо того, что он звучит скорее как истерический по тому страну, психологи, они работают не с тем, сможете вы или нет, не с будущим, а с тем хотите вы или нет. Вот немножко разные вещи. Ну, да ладно. В любом случае, сказать, что вы им сможете. Вопрос в том, что вам мешает, это первый вопрос. Какие блоки стоят на этом пути, либо неуверенность в себе, либо страх, либо желание того, что вас осудят и так далее. Это одно. Момент еще и другой. А есть ли смысл? Вот скажите вы им о том, что переживаете и что? Что дальше? Ну вот вы им скажете, это прекрасно. А дальше? Это предательство не изменит, верно? Оно как было, оно так, в принципе, и останется. Останется. То есть, оно не станет менее болезненным для вас. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, здесь нужно продумать еще и то, какого эффекта вы сделаете от того, что скажете подругам про предательство. То есть, чего вы ожидаете от них? Ну вот. Хотите ли вы и чтобы они попросили у вас, например, прощения? Ну, вряд ли это будет. Вряд ли они будут просить у вас прощения, но хотя бы потому, что если бы они стали себя виноватыми, они бы уже давно перед вами изменились. А раз они этого не делают, значит, считают себя правыми. А раз так, то то, что вы им скажете, по сути, ничего не изменит. Это вот нужно вам понимать для себя. То есть, сказать вы можете, но вопрос в том, чего вы ожидаете в ответ. Далее. Вы говорите о том, что, ну, как бы, ваш вопрос звучит так, могу ли я сказать подругам, что переживаю по поводу их предательства и их осуждаю. Вы знаете, людям вообще говорить не стоит по поводу того, что вы их обсуждаете, потому что, к большому счету, к большому счету, если вы кого-то обсуждаете, значит, вы даете людям возможность осуждать вас. И я уверен, что вы этого не хотите. Поэтому вот о том, что вы переживаете, о том, что вам больно, сказать можно. Вот о том, что вы осуждаете их, говорить лучше не стоит. А вот это довольно такая агрессивная позиция, и вам она ничего не даст. Напротив, люди, когда их осуждают, они пытаются защищаться, и, в общем, абсолютно ничего хорошего из этого не получится для вас. Вы, прежде чем говорить своим подругам про предательство, вы подумайте, а вообще зачем говорить-то? Зачем рассказывать о том, что вы переживаете? Ну, наверное, они знают об этом, если вы были близки. И вот определитесь за своей целью, первоначально зачем, что вы хотите этим сказать, показать. Вот. Далее. Вопрос. А было ли вообще предательство? Нет, ну, то есть я понимаю, что у вас были, безусловно, какие-то негативные ситуации, которые выставили вас в другом ключе. Безусловно, подруги поступили по отношению к вам не очень хорошо. Это понятно, но давайте подумаем. А было ли предательство? То есть что вообще такое предательство? Где-то человек поступил не так, как вы, например, ожидали от него. Это а не предательство? Нет. Это означает всего насыщего, что вы просто не до конца знали этого человека. И это означает, что он просто вел себя исходя из своих интересов. Вот и все. То есть как таковым это предательство не является. Потому что человек просто вел себя так, как он считал нужным. Да, не очень хорошо, да, оскорбительный для вас, но если человек после того, как он предательство совершил, по вашему мнению, если после этого он не раскаивается, если он не злеет, то факта предательства не было. Было просто поведение, которое соответствовало интересам человека. По какой-либо причине. Вот и все. И то, что вы допустили эту ситуацию, ситуацию, что с вами смогли вот так поступить, это ваша ошибочность в суждениях о человеке. Но никак не его проблема. Не проблема того, кто, по вашему мнению, вас предал. И получается, что вы жили до этого, до этой ситуации или до этих ситуаций. Вы жили не реальными людьми, а вы жили их представлениями, то есть их образами. Вы жили образами людей, и вы вели себя так, как будто образы людей, то есть совокупность ваших представлений о них является чем-то естественным, чем-то нормальным, чем-то реальным. Потому как реальный человек оказался совершенно другим. И вот это вам нужно принять. И кого вы собираетесь тогда осуждать? Себя? За то, что вы нарисовали себе образ людей, в действительности образы людей, не соответствующих реальным людям? Кого осуждать? Не думаю, что это правильно. И не думаю, что это то, что вам принесет какую-то пользу. Предательство, буквально, в смысле слова, является тогда предательством, когда человек действительно совершает что-то негативное по отношению к другому и раскаивается. Вот это является предательством. Знаете, само слово предательство пришло к нам ведь из такой общегосударственной политической теории, политологии, когда предателями называли изменников. Предатель – это тот, кто предал свою родину. Но там ситуация немножко иная. И там есть своя специфика. Можно говорить о предательстве группы, можно говорить о предательстве коллектива, если человек как-то навредил этим образованным социальным. Но, даже в этом случае, это в первую очередь вина не человека, а самой группы, что они, во-первых, отчасти спровоцировали человека на предательство, или, либо предают не от хорошей жизни всегда. Для этого есть основания. И, с другой стороны, они не до конца поняли, какой человек перед ними. Я имею в виду общество. Общество социального образования не до конца увидело, какой человек находится перед ними, и, возможно, чересчур сильно ему доверилось. То есть, это никогда не проблема самого человека, тот, кто предал. Ну, предают, как правило, править своих интересов, и можно сколько угодно говорить о том, что человек поступил неправильно, но он так поступил. И, значит, его интересы были ему бороться. И, как бы, да, это морально неправильно, но в данном случае мораль не имеет никакого совершенно отношения, потому что это уже случилось, и хотим мы этого или нет, но, к сожалению, этого не изменить. Так что, надеюсь, вот я смог ответить к вам на ваш вопрос. Правда, непонятно все же до конца, что вы сами рассматриваете в качестве блока для того, чтобы сказать подругам о том, что вы переживаете, ибо это ваше право. Ваше право сказать по-другому, что вы переживаете, это нормально. Вот это вот непонятно. Но я полагаю, что одна из причин, то есть неуверенность в себе, страх, нежелание, например, осуждения, одна из причин есть в любом случае, просто эти причины нужно с вами разобрать. Ну, для того, чтобы это сделать, вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и проконсультироваться с ним приватно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, то я благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.